В.Л.К.С.М. отмечает юбилей. Советскому комсомолу исполнилось 100. Точнее, исполнилось бы, если бы он был. Но его нет уже много лет. Как и страны, которой верой и правдой служил он 73 года. Но почему же до сих пор десятки, а может даже и сотни тысяч жителей России, а может и не только России, бережно хранят свидетельство принадлежности к комсомолу, а дату его рождения помнят как свою собственную? Сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос и расскажем, каким был он, советский комсомол, в стране и Сочи. А готовить эту программу было нелегко. И вместе с музеями и городским архивом кто пришел на помощь? Правильно. Бывшие комсомольцы Сочи. Впрочем... Бывших комсомольцев не бывает. И вокруг меня их сотни тысяч ребят, с кем мы вместе работали, дружили, создавали, строили город. И жили его жизнь. И верили в себя и в общее дело. И отдавались ему всецело. И до сих пор с благодарностью вспоминают свой комсомол. И потому на вопрос, чем он был и есть для каждого, герои наши отвечали одинаково, хотя и по-разному. Комсомол – это школа жизни, школа мужества. И, как говорят, если бы мне пришлось прожить жизнь, я бы ее так же прожил. Ничего бы не изменил. Комсомол для меня – это все. Это начало активной жизни. Это память о ней. Это молодость. Это то, что до сих пор заряжает мою жизнь. Для меня комсомол – это очень яркое время моей жизни. Это друзья, которые до сих пор рядом. Это моя семья, которая тоже была рядом в эти годы. Это умение работать. Для меня комсомол был и есть, остается моей, прежде всего, молодостью, организацией, которая создала возможности для моего роста и роста моих друзей. Для меня комсомол – это моя жизнь, скажу честно. Я это все еще даже пытаюсь как-то прививать моим внукам, они это понимают на самом деле. Это моя жизнь. И честно я вам скажу, вот честно, может быть, не надо это говорить в экран, я грущу по тому времени. Это правда. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. 25 октября 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным событием всемирной истории. В старой царской России больше нет. Есть Россия иная, молодая. Сегодня революционная, завтра обновленная, социалистическая. Весь мир, Россия, мы разрушим. В основании молодец. Мы наш, мы новый мир построим. Но большевики знают, без молодежи это невозможно. И ведут ее за собой. И собирают молодой рабочий крестьянский пролетариат на первый съезд. Именно тогда, 29 октября 1918 года, и рожден Советский комсомол, Российский коммунистический союз молодежи, РКСН. Его цели и задачи на третьем съезде в 20-м разъясняет сам вождь пролетариата Владимир Ленин. Через два года он умирает, и РКСН получает его имя. А еще через два и свое историческое название, ВЛКСН, Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. В коллекции Александра Чумакова более 200 значков. Наградных и памятных, маленьких и больших. Это не просто значки. Каждая из них – часть комсомольской истории страны Иссочин. Эту коллекцию я собирал практически всю жизнь и продолжаю собирать ее сегодня. Нахожу какие-то новые значки. Это чисто комсомольская тематика, связанная, скажем, и с нашим фестивалем песни «Красная гвоздика». И с проведением чемпионата СССР по многоборию ГТО, в которой проводился первый чемпионат в Сочи. Это, скажем, и юбилейные значки, которые нам вручали на 60-летие комсомола, празднование 60-летия комсомола в Кремлевском дворце съездов. Это и кожаный мяч. Это и значки делегатов различных съездов комсомола, начиная с 17-го и заканчивая 20-м съездом комсомола. Есть в коллекции, конечно, и, ну, я хочу сказать, раритетные значки. Значит, и есть значок, скажем, вот, где, значит, на комсомольском значке написаны буквы «ВЛКСМ». Это самый первый? Да, это первый значок. Значит, нет, это второй. Первым был написан буквой «Ким». Он тоже есть, кстати, в коллекции. Это вот «ВЛКСМ». И в 1958 году, к 40-летию празднования комсомола, был выпущен значок, на котором было изображение Владимира Ильича Ленина. Вот он тоже есть в коллекции. А первых значков с надписью «Ким» – коммунистический интернационал молодежи было мало. И вручались они сначала только лучшим комсомольцам. «Каховка, каховка, родная земцовка, горячая пуля летит». Проверку на прочность комсомол прошел сразу, гражданской войной и борьбой за идеалы революции. «Каховка, каховка, каховка, горячая пуля летит». В Сочи, на старой Краснополянской дороге, в районе Нескального участка, есть памятник красноармейцам, погибшим от рук белогвардейцев. Сегодня он остался в стороне от больших дорог. А прежде здесь часто проходили патриотические акции. К подножью памятника ложились цветы. Весной 20-го Сочи освобожден от денегенцев. Но здесь все еще неспокойно. Орудуют враги советской власти, кипят революционные страсти. Идет национализация помещичьих угодий. Отныне особняки, гостиницы, дачи принадлежат народу, как здравницы для трудящихся страны советов. В одной из них, это Кавказская ривьера, первое время и будет заседать городской комсомол. Образован он в Сочи 20 мая 20-го года. Вот они, первые комсомольцы Сочи, уже в зрелом возрасте. А вот такими они были в молодости. Это они создавали комсомольские ячейки в центре и на окраинах Сочи, от Лазаревского до Красной Поляны. Это они оставили нам свои воспоминания о том, каким на заре их юности был сочинский комсомол. Это они стояли у истоков городской пионерской организации, участвовали в коллективизации, а в первое время еще и защищали город от белобандитов. В горах и окрестных лесах Сочи их было немало. Вслед за большевиками комсомольцы вступают в чем? Чрезвычайные отряды особого назначения. Патрулируют город, устраивают засады и облавы. Молодой пролетариат в Сочи участвует во всех больших и малых делах города и села. Помогает создавать колхозы, проводит комсомольские акции, красные обозы. Это помощь крестьянам в уборке урожая. Сажает в сады, выходит на субботники. А комсомольский документ выглядел вот так. Билетов единого образца тогда еще не было. А это Вера Каблучко, самый первый секретарь сочинского райкома комсомола. А вот еще один секретарь, Сергей Богатов. Они и другие молодежные лидеры той поры строго следят и за чистотой комсомольских рядов. Вот публикация в газете «Красный луч». За связь с кулачеством распущено сразу 11 ячеек. Из комсомола исключено 150 человек за пьянство и, страшно сказать, половую распущенность и азартные игры. Конец цитаты. Много позже комсомольцы исключались тоже за нарушение устава, но очень редко. В нашей организации было более 800 человек. И не было случаев, чтобы мы исключали из комсомола. Один момент был, когда молодая девушка, молодая женщина покрестила свою ребенка. И руководство промторга мне настоятельно так порекомендовало уволить. Ну а поскольку все мы в то время крестили тайно своих детей, этот вопрос я даже не стала поднимать. Случаев, когда мы не принимали кого-то, не было. Наоборот, был момент очень такой, оставшийся у меня в памяти, когда я не выполнила план по приему комсомол. Вместо троих представила на бюро двоих человек. А предложила на бюро поискать вот той девушке, которая планировалась на прием, поискать ее получше, учетную карточку. И вот за свое предложение, за свое невыполнение я получила первый в жизни выговор. Мне так и не довелось стать комсомольцем только из-за того, что мы повздорились с секретарем комсомольской организации нашего класса. И он был категорически против моего вступления в комсомол. Но в душе я всегда оставался комсомольцем и патриотом своей родины. Потому не комсомолец Володя Набарьян и стал участником патриотической экспедиции «Мельбрус». Учитель истории 13-й школы Владимир Наумов повел туда группу комсомольцев в канун столетия вождя революции. И не про гулки ради, а дело для, чтобы там, высоко в горах, на одной из скал высечь изображение Ленина. В стране, где две трети населения не умело читать, началась борьба с неграмотностью. Несмотря на трудности, советская власть проявляла большую заботу о детях. Открывала первые детские сады и трудовые школы, в которых была отменена плата за обучение. Сочинские комсомольцы шествуют над детским домом на горе Батарейка. Сами учатся на курсах пенервожатых и еще обучают горожан и сельчан грамоте. Первая школа ликбеза в Сочи заработала летом 20-го, а уже зимой их было два десятка. Следом появились избы читальни, их 17 и почти 40 библиотек. Есть среди комсомольцев и свои артисты. Вот грузинский дранкружок под названием «Нацлян». А это сочинские синеблузники. Их было много по всей стране. Выступления комсомольских агитбригад пользовались невероятной популярностью. В стране зарождалась новая социалистическая культура. Передовые деятели литературы и искусства отдавали революции всю силу своего таланта. В конце 20-х в Сочи на 10 дней прибыл пролетарский поэт Владимир Маяковский. Нет, стихов он здесь не писал, читал. Поклонники встречали и пробожали поэта громом овации. Особенно пролетарская молодежь в Сочи. Помните ли вы одну из самых знаменитых фраз Маяковского о комсомоле? Ну, конечно. Если тебе комсомолец, имя. Имя крепи делами своими. Помнят наши герои и еще одну знаковую цитату советских лет. Из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так. Чтобы не было мучительно больно. За бесцельно прожитые годы. Это юность моя, это дружба моя. С ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. Молодежь, рабочая, вступайте в комсомол, который имеет уже свою великую историю. Упаньтесь, комсомол! Комсомол был сначала агитационным, потом традиционным массовым. Но прежде советские ребята вступали в октября, а следом в пионеры. Комсомол принимали с 14 до 28. Как правило, в школе. Сначала рекомендации давали товарищи. Галя, будь хорошей комсомолкой. Мое предложение – дать ей рекомендацию в комсомол. Одиногласно. Последнее слово было за комиссией райкома. Каким должен быть комсомолец? Комсомолец должен быть честным, правдивым и чутким товарищем. Должен любить свою родину, помогать коммунистической партии. Принимаем тебя в комсомол. Со временем строгости стало меньше, а вот приемный ритуал своей значимости не потерял. Мы готовились, его ждали. И каждый знал – с комсомолом хорошо, без комсомола плохо. Без него и коммунистами стать, и по жизни сложно шагать. Первая пятилетка страны Советов. Это время первых великих ударных строек. И по комсомольским путевкам туда отправилось более 200 тысяч юношей и девушек. Наш райком превращался в своеобразный сборный пункт, вспоминал Петр Распопов, сочинский секретарь комсомола тех лет. Провожали всех торжественно, с цветами, песнями. Комсомольцы Сочи трудились и на строительстве Турксиба, Магнитогорска, Днепростроя и других важнейших объектах страны. А вместе с тем и сам Сочи уже на пороге больших перемен. Под ним усыплен оком Иосифа Сталина. Руководитель СССР здесь часто отдыхал и лечился. И очень любил Сочи. В 1933 году принят первый генеральный план развития города. А через год в Сочи нацессинский курорт объявлен ударной стройкой страны. Его новый облик создают лучшие советские зойчьи. Такие как Владимир Щуко, Иван Желтовский, Алексей Щуси и другие. Их проекты и воплощают в жизнь строители. Среди них много молодых с комсомольскими путевками и задором. Живут в бараках, а возводят дворцы-здравницы. И все, что надолго станет украшением города. Строят и главный проспект имени Сталина, ныне курортный, и его комсомольские километры. Эта бригада, к примеру, возводит их безвозмездно на участке от самого сложного склона до Мацеста. Включаются комсомольцы и во всесоюзное движение ударников труда. Но очень скоро многие устроители курорта будут объявлены врагами народа. Волна репрессий 1937 года не пощадит никого в стране. В том числе и самых активных и перспективных комсомольских работников. От ключевых фигур ЦК ВЛКСМ до секретарей райкомов и комитетов. Одни брошены в застенки, другие расстреляны. Запрещены и изъяты из библиотек многие книги по истории ВЛКСМ. Но вот парадокс того времени. Именно в разгар репрессий в 1937 в Сочи открывается музей Николая Островского в доме, подаренном ему правительством. Автор книги «Как закалялась сталь», человек из легенды, так называли Николая Островского. На лечение в Сочи он приехал в 1928. Именно здесь и была написана первая часть знаменитой книги. Точнее, надиктована. Тяжело больной писатель был прикован к гостиле, недвижим и почти слеп. Но в доме Островского всегда много гостей. И надо жить спешить, скажет он однажды. Как спешил он сам и его герой Павка Корчагин. А новые сочинские санатории уже принимают отдыхающих. И число желающих получить сюда путевки стремительно растет. Но грянул 41-й год. Войной оброшен мир огромной страны. И всем миром встает на ее защиту советский народ. Родина-мать зовет. В ряды Красной Армии влилось более 5 миллионов человек. Партия комсомол направили в армию свои лучшие силы. В годы войны из Сочи на фронт ушло 20 с лишним тысяч горожан. Едва ли не каждый четвертый погиб. Среди них немало комсомольцев-добровольцев. Как и везде, многие шагнут в пекло войны прямо со школьной скамьи. Они еще не знают, что навсегда останутся молодыми. Немало воспитанников сочинского комсомола будет удостоено высоких званий и наград. 17 станут героями Советского Союза. 8 из них посмертно. Одни защитники Родины и Сочи отправляются на фронт. Другие с фронта в Сочи. Это искалеченные и изувеченные войной раненые. Сочи уже не курортный город. Госпитальный. Каждому раненому сочинцы отдавали частицу своей жизни. И каждый раненый оставлял еще одну морщинку у нас. Еще один седой волос под врачебной шапочкой и пироговской козы. Лучшие медики страны ведут бой со смертью за жизнь солдат. И знают, горожане всегда рядом. И не только в госпитальных палатах. Лидер сочинского военного комсомола Анна Иванова. Она секретарь горкома, человек сильный и волевой. Вместе со всеми молодежь на госпитальной передовой. А носилки такие тяжелые. А девушки такие хрупкие. Но они еще регулярно сдают свою кровь раненым прямым переливанием. Вступают в ряды истребительного батальона и народного ополчения. Стоят на страже порядка в городе. Помогают фронту одеждой и деньгами. Комсомольцы военного Сочи внесли свой большой вклад в создание танковых колонн. Авиазвена кубанских комсомолиц и прочим всего не перечислить. В 111 стационарных госпиталей вернули в строй более 350 тысяч защитников Родины. В 80-м, в честь юбилея Великой Поведы, город-госпиталь Сочи удостоен ордена Великой Отечественной войны первой степени. Оживленную улицу Орджинькидзе обрамляют платаны. Но мало кто знает, что большинство из них – часть военной истории Сочи. Хотя и появились здесь в начале 50-х. Тогда платаны тут высадили комсомольцы города. Память о сочинцах, не вернувшихся с войны. В год 20-летия Победы по инициативе ЦК ВЛКСМ в СССР родилось Всесоюзное движение по местам боевой славы. Его штаб возглавил маршал Советского Союза Кунев. С тех пор молодое поколение страны и города по-новому стало открывать для себя героику Великой Отечественной. Со школьной скамьи ходили на перевалы, где горно-стрелковая дивизия 20-я держала оборону. Ездили в Новороссийск, на Малую землю, в Туапсе, в окрестностях города. Выезжали на спартакиады. Вот у нас было такое место, поляна на Большом Кичмае в Головинке. Вот там мы проводили слеты, там же проводили сдачу нормативов ГТО. О военно-спортивном движении чуть ниже. А пока скажем, ветераны часто встречались с молодежью. Молодежь с ветеранами. А в рамках работы с ветеранами они постоянно приглашались на тематические встречи с молодежью в организации и в школы. Кроме того, комсомольцы постоянно оказывали помощь ветеранам, как материальную, так и физическую. Покупались продукты, закупались лекарства. И в продолжении темы несколько фото. Сегодня каждая из них по-своему уникальна, ведь ветеранов войны осталось очень мало. На этом снимке руководство города, партии комсомола и прославленные сочинцы, герои Великой Отечественной. Казалось, фотографировались на память. Оказалось, для истории. Сразу после войны началось восстановление страны и развитие народного хозяйства. Общий дух сродни боевому. Страну отстояли теперь и отстроен. И она встает из руина. Ленинский комсомол принял шефство над возрождением 15 старейших русских городов, таких как Ростов, Севастополь, Новгород. Сочи в этом списке нет и быть не могло. Он еще молодой и, к счастью, не разрушен войной. Тем не менее, город требует обновления. Дел хватает всем и молодежи тоже. Рабочий. Вот комсомолки сочинского водоканала. Учащийся. Это восьмая школа. Комсомол послевоенного Сочи выходит на свои первые парады и многочисленные субботники. Они повсюду. В здравницах, во дворах и скверах. Приводится в порядок запущенный парк Ривьера. И к началу 50-х он вновь открыт для гостей. Их принимает и город. А сочинская молодежь, в свою очередь, тоже собирается в дорогу. Бьется дорога длинная. Здравствуй, земля целенная. Весной 54-го объявлен поход на Целену. Это освоение необжитых земель Сибири, Урала, Поволжья и других регионов страны. Партия сказала надо. Комсомол ответил есть. И полуторамиллионная армия советской молодежи по комсомольским путевкам отправилась покорять Целену. В их числе и несколько тысяч сочинцев. Эти грамоты в свое время передал музею истории города Григорий Тетеркин. В молодости он тоже был на Целене. А фотографий той поры сохранилось немного. Вот еще одна. Это сочинские целинники в Алтайском крае. А вот в Малинском основали сочинцы совхоз с именем своего города. Вот областная газета «Кустанайская правда». Из публикации узнаем. Совхоз работает успешно, сочинцы отлично. 68-й год. Теперь здесь просто село. Вот такое оно. Это видео из интернета. Так что благодаря сочинским комсомольцам в далеком и давно уже самостоятельном Казахстане и сегодня есть частичка российского города у Черного Моя. Село Сочинское. Опережая события, скажем, через пару десятков лет все повторится. Поезда, проводы, молодые лица. Столишь с разницей, что теперь посланцы комсомола спешат не на Целену. На студенческие и всесоюзные ударные стройки. Самая крупная из них – Байкало-Амурская магистраль. О ее строительстве объявлено на 17-м съезде комсомола. Бам-бам-бам-бам-бам! Лучший подарок отчизне! Сочинцы тоже отправляются на БАМ. В их числе сразу два бывших первых секретаря сочинского горкома комсомола – Виктор Михайлов и Александр Чумаков. А секретарь действующий, будущий глава Сочи, Леонид Мостовой, тоже побывал на БАМе с комсомольской делегацией Кубани. Грандиозная стройка века многому научила ее участникам. БАМ мне запомнился тем, что вот там раскрылась полностью душа комсомольская. Там был штаб, я был членом всесоюзного штаба на БАМ-строе, назывался он такой, штаб ЦК Волгцем на БАМе. Вы туда еще пригласили и Чумакова? Нет, наоборот, Чумаков меня пригласил. Ну, что такое Байкало-Амурская магистраль лично для меня? В общем-то, это, как и комсомол, она научила меня хозяйственной работе, прежде всего, быть руководителем, хозяйственником. Она научила меня уважать людей, строителей, молодежь, которая там трудилась. Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет там и монтажники, и высотники, да, и с высоты вам шлем привет. В течение 60-х город растет, меняется, расширяется, строятся курортные объекты, школы, больницы и даже стадион. В рядах строителей сплошь молодежь. Она трудится в составе комплексных и комсомольско-молодежных бригад. На окраинах и центре, к примеру, на Цветном бульваре, возводятся жилые дома. Строители все еще живут в бараках, но очень скоро переедут в дома благоустроенные, ими же и построенные. К слову, некоторые из них, такие как этот на улице Гагарина, в просторечии до сих пор нередко именуются комсомольскими. В 67-м постоянную прописку в городе получает и культурный комсомольц, кинотеатр в Адлере. В 69-м международный лагерь «Спутник», объект городской комсомольской стройки. А позже с союзом молодежи навсегда будут связаны и многие городские названия. Например, улицы, 60 лет в ЛКСН, Комсомольская, Островского, Павки Корчагина. Кстати, Корчагинским первоначально и вовсе именовался микрорайон Макаренко. Родом из 60-х и сквер в центре Сочи. Он так и называется – Комсомольский, и это неспроста. Прежде здесь были бараки, в которых жили строители Ривьерского моста. А потом здесь появился сочинский комсомол и закипела работа. Техники не было, все делалось вручную. Я тогда был заведующим органделом и вторым секретарем, и как раз этим делом занимался. Вы знаете, активное участие приняли несколько тысяч молодых ребят и парней. Я не случайно называю Южгипрокоммунстрой, или молкомбинат, или мясокомбинат, или хлебокомбинат, или курорт «Промторг», курорт «Продторг». Тогда это были крупные комсомольские организации. Даже вот этот якорь, который стоит, это подняли наши ребята, пластурый отряд номер 7 на траверзе Кудепсты. И вон два года лежали эти якоря вот здесь вот на набережной у морпорта, не знали, куда их деть. Заложен этот сквер был в честь 50-летия комсомола и столетия со дня рождения Ленина. И сейчас это место, комсомольский сквер, любимое место для молодежи. Я, например, когда у меня настроение плохое, и мне хочется где-то немножко пообщаться с прошлым и с юностью, я приезжаю сюда. Это юность моя, это дружба моя, С ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, Комсомол, Комсомол, Комсомол. Ленинский комсомол. Нас более 90 миллионов. Всех, кто прошел его школу. Комсомол – это родное детище большевистской партии, боевая юность страны Советов. Орден Октябрьской революции. Шестой орден Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Им награжден Советский комсомол в честь 50-летия. Это последний орден в его истории. Первый датирован еще 28-м. Шести высоких государственных наград ВЛКСМ удостоен за верность партии, героизм времен гражданской и Великой Отечественной войн и успехи в социалистическом строительстве. В 75-м пришло время обмена комсомольских билетов. В целом они менялись шесть раз. Вот так выглядел документ ВЛКСМ 20-х, а вот так 30-х. Обложка была стального цвета. Красной она стала в середине 50-х. Менялось внешнее и внутреннее содержание билета. Изображения Ленина добавлялись ордена. Обмен комсомольских билетов – это еще и сверка комсомольских рядов. В Центральной районной комсомольской организации больше 15 тысяч комсомольцев. 250 комсомольских организаций. И надо было дойти до каждого. И обмен комсомольских документов использовался для того, чтобы повысить активность молодежи. И это значительно повышало активность самих комсомольских организаций. Они боролись за право первыми обменять комсомольские документы. И у нас в Центральном районе такое право получила комсомольская организация санаторий имени Кирова, секретарь комсомольской организации Света Кузьмина. Им в торжественной обстановке были вручены первые комсомольские билеты. До начала 70-х в нынешнем здании художественного музея было два горкома – парки и комсомола. Потом они находились рядом с исполкомом, ныне городской администрацией. А в горкомовском здании теперь – Сочинский университет. В четырех районах Сочи работали райкомы, а на всех предприятиях – первичные организации. Какие были тогда комсомольцы? Великолепные. Я вам скажу, вот честно скажу, не могу сейчас никакого негатива даже вспомнить. Вы смотрите, как мы собирали, проводили комсомольские собрания. Вот я говорю, может, кому-то сейчас смешно. Сто процентная явка была всегда. Вот сто процентная. Не кривлю душой. Потому что приходили, каждому было небезразлично, о чем мы будем говорить и что будем делать с завтрашним днем. Это было крайне важно. В середине 70-х Сочи объявлен городом некурящих. Лечение на курорте несовместимо с курением. И вполне естественно, что именно город Сочи стал инициатором борьбы с табачным зельем. И вот с сигаретой борется уже весь курорт. И без комсомола тут никак. Особое внимание подросткам. На улицах молодежные патрули. На повязках надпись «Не кури». Государственного закона, как сегодня тогда, не было. И сошла на нет борьба с никотином. А через десяток лет новая инициатива. На этот раз правительственная. От Михаила Горбачева. В стране сухой закон. За трезвый образ жизни молодых отвечает комсомол. Как исполнился сухой закон? Ну, во-первых, как и любой медали, было две стороны. Внешне мы, конечно, все это поддерживали. Например, это выражалось создание сети молодежных кафе. А что я могу сказать? Безалкогольных. С проведением дискуссионных клубов. Созданием видеосалонов. И других форм активности. С одной стороны мы боролись, с другой стороны участвовали. Участвовали мы как? Тайком стояли в очередях, потому что мы же все люди. Праздники, дни рождения, именины. Закрывались в кабинетах. Но куда важнее борьбы с вредными привычками всегда была борьба другая. За право называться лучшими. И лидеров здесь немало. Это, к примеру, учащиеся ПТУ-19. О своих успехах они даже рапортуют в съезду в ЛКСМ. И умницы красавицы комсомольских бригад, главного городского гастронома номер один, поцелунивского, сочинского хлебокомбината. Молодежь берет на себя повышенное соцобязательство. Справляется с ними. Работает ударно. А в 70-х трудится еще за себя и за того парня. И не просто так. В нашем городе родилось Корчагинское движение, которое было замечено в стране, оформлено в Центральном комитете и рекомендовано во все комсомольские организации страны. Корчагинское движение родилось здесь, в Центральном районе. Это движение, когда в комсомольско-молодежную бригаду, в ее состав включали палку Корчагина. И его норму выполняла эта бригада. Эти деньги отчислялись на строительство памятника Николая Островского, который также был поручен нам. Мы участвовали в конкурсе. В Сочи уже есть небольшой памятник писателю. Но городской комсомоль убежден, его мало для человека такого масштаба. И появились тогда дни наивысшей производительности труда. Они же корчагинские. Боролись молодежные бригады и за право носить имя Николая Островского. Кстати, задолго до этого, еще в 37-м, оно сразу было присвоено школе номер 9. Она достойно носит его и по сей день. А в 70-х, 80-х это право завоевало более 40 коллективов. Среди них бригады молодых медиков 4-й больницы и онкодиспансера, комсомольца сочинского консервного комбината и других предприятий. А лидер корчагинского движения – бригада плотников сочинского деревообрабатывающего завода. Еще в 50-х она удостоилась имени писателя. Мастера своего дела трудятся столь вдохновенно, что у молодого плотника Петра Бодачевского даже стихи рождаются. – Каждый член бригады от души старается. Честь завода не померкнет никогда. Ведь Островского бригада называется коммунистического труда. – Написал, конечно, человек их, может быть, не так совершенно, но работали они действительно от души, в том числе и писали стихи от души. – Это то самое знамя? – Это то самое знамя, которое они завоевали, оно было переходящее. А потом они, когда его завоевали пять раз подряд, она осталась у них навечно. – Почти полвека это знамя бережно хранилось с руководством Доза. Потому и сегодня оно как новенькое, как будто вчера изготовлено мастерами Ленинградского завода. Они свое дело знали, так же, как и те, кому такие знамена вручали. В их числе и молодые чаеводы Догомырского совхоза. Он входит в состав объединения, которое занимается производством чая. Оно единственное в стране. Комсомольцы совхоза очень гордятся своей работой и своим краснодарским чаем. – Комсомольцы создавали комсомольско-молодежные коллективы. Комсомольско-молодежные коллективы чаеводов, овощеводов, фрукты выращивали, технари. – Более того, настолько это было удивительное производство, что нам даже не хватало рабочих рук. Мы привлекали студенческие строительные отряды. В частности, из Омского медицинского института. Кто услышит, пусть вспомнит себя. До двух тысяч девчонок Омского мединститута приезжали к нам собирать чай, помогать собирать чай, фрукты, овощи и так далее. Более того, мы выращивали чайную продукцию, мы ее и перерабатывали совместно с чайными фабриками, которые были на тот момент. Мы гордились тем, что мы единственные в этой большой стране. Молодые чаеводы были тоже активными участниками корчагинского движения. 79-й год в Сочи объявлен годом Островского. В честь 80-летия писателя. К юбилейной дате приурочили и открытие памятника. И события, к которым причастна вся сочинская комсомолия, наконец состоялась. Памятник этот был построен на средства, которые заработали сочинские комсомольцы. Всего памятник вышел по стоимости в 303 тысячи рублей. Еще подчеркиваю, раз советских рублей. Строили, площадь заливали. Ребята освобожденные были, все освобожденные комсомольские работники. Открыли его в день рождения Николая Алексеевича Островского 29 сентября 1979 года. В активе сочинского комсомола участие в событиях не только городского, но и международного значения. Два десятилетия в их числе был и фестиваль молодежно-политической песни «Красная гвоздика». Его главный организатор – центральный комсомол, а ответственный за все – Сочинский горком. Нам поручалась встреча гостей, их размещение и главная работа с ними. Конкурс проходил несколько, ну, десяток дней чисто сам, да. Еще ребята приезжали, это же с гитарой, они на слух. Был Силантьев такой знаменитый, который их слушал и записывали ноту. Сидели десяток ребят, которые писали ноты для большого симфонического оркестра. А в свободное время мы с ними занимались. Мы же их и провожали, мы же осуществляли всю работу по проведению. То есть Силантьев руководил, певец пел, а все остальное лежало на наших плечах. На Сочинской сцене зажглось немало звезд советской и зарубежной эстрады. С помощью звезд именитых, таких как композитор Александра Пахмутова и певец Иосиф Кобзун. Они – бессменные члены жюри. «Красная гвоздика» расцветала в Сочи каждые два года и была очень популярна. Концертный зал фестивальный, вмещая две с половиной тысячи мест. А желающих попасть туда было очень много. И билеты мы выделяли только тем организациям комсомольским, которые были у нас на хорошем счету и на слуху в городе Сочи. А на другой праздник молодости, уже свой, городской, билетов достать было невозможно. Они просто не продавались, а строго распределялись. По школам, среди сочинских выпускников. Ведь это их праздник. Со всех школ съезжались после окончания школ, значит, около памятника Ленина собирали выпускников «Алые паруса». Вот то, что сегодня в Питере проходит, вот в таком же ракурсе мы проводили, горком комсомола проводил «Алые паруса». Около памятника Ленина был митинг, потом факельное шествие фестивальный, концерт детям. И потом утром, встречая рассвет, мы их на катерах отправляли в море. Комсомол – это молодость, это задор. Иной раз, так сказать, служение людям, потому что те задачи, которые ставили перед нами и Центральный комитет комсомола, и партийные организации, мы выполняли, будем говорить, с энтузиазмом. Никто не думал ни о каких-то поощрениях или еще чего-то. Люди просто с душой отдавались о той работе, которая там казалась. И студентские строительные отряды, и воспитание молодежи. Все это занимался комсомол. И во все времена городской комсомол был в авангарде и активного военно-спортивного движения, прежде всего в рамках программы патриотического воспитания. Совместно с военкоматом и спорторганизациями города проводились самые различные мероприятия, от сдачи норм ГТО до соревнований всех уровней, небольших и масштабных. Повсеместно проходили тогда обязательные учения по гражданской обороне. Много внимания уделялось подготовке юношей к армии и работе с подрастающим поколением. Родине нашей верность в жизнь учит Зарница. Военно-спортивная игра. Зарница. Дети играли, а взрослые знали. Это не просто игра, а начальный этап военной подготовки. В СССР по инициативе ЦК ВЛКСМ Зарница вспыхнула еще в 60-х и сияла по всей стране. Эта сочинская игра в 80-х проходила в окрестностях города. Не было ни одной сферы городской жизни, в которой бы не принимала участие сочинская комсомольская организация. Она не раз признается одной из лучших в крае и не раз получает переходящее красное знамя. И к середине 80-х в ее рядах, без малого, 35 тысяч человек. В 85-м в стране сменилась власть и началась перестройка. Время великих перемен в СССР. Объявлен курс на демократизацию, ускорение и гласость. Что с этим делать на первых порах было не очень ясно. Я вспоминаю 35-ю комсомольскую конференцию, чуть на выборную. Это было накануне 20-го съезда ВЛКСМ. Зал театра в Краснодаре. Все полны ожиданий. А пленум, в ней конференция катится традиционно. Передо мной была поставлена задача, если можно так сказать, взорвать зал. И сам не знал, как к этой проблеме подойти. Но были выдвинуты серьезные аргументы. Или я взрываю зал, или возвращаюсь в Сочи без спортбилета. После выступления зал оцепенело, молчал. Я подумал о провале, о реализации сделанного мне предложения. Но потом гром аплодисментов и очередь к свободному микрофону. И очень скоро свободный микрофон стал нормой. На конференциях, пленумах, комсомольских собраниях. А еще на центральных телеканалах и местных. В эфире молодежных программ уже и школьники не боятся давать советы учителям. Педагог, во-первых, он, по-моему, должен, если он даже и рядовой комсомолец, он должен, во-первых, доверять своему комсоргу, комсоргу школы особенно. Не должен им руководить и даже в какой-то степени его слушать, слушать мнение комсорга, так как он выражает мнение всех остальных. А это летний трудовой лагерь для подростков. В 87-м он собрал начинающих лидеров школьной комсомолии. Здесь ребята трудятся и постигают азы комсомольской работы. Вчера приезжал секретарь Хостинского райкома комсомола. Проводил нам лекцию о том, как проводить комсомольские собрания в школах. Мы все в основном первый год секретари здесь, заместители, члены комитетов комсомола. Вот сейчас, значит, перестройка везде, ускорение. Нам тоже надо перестраиваться, хоть немного знать, как работать с коллективами. Сейчас комсомольцы дают много вообще. Юные комсомольцы еще искренне верят в силу Ленинского коммунистического союза молодежи. Хотя прежние идеологии и стало ослабевать. Перестройка диктует свои законы. Различные привычные формы работы с молодежью еще не устарели безнадежно. Но пришло время поиска новых. Методы альтернативные надо было предлагать. И один из них это развитие сети молодежных клубов. Поддержка неформальных молодежных движений. Развитие спорта. В тот момент мы оказали практическую помощь энтузиастами села Пластунка, в частности Борисович Хитяне, который строил картодром. А на сегодня верой и правдой слушают мальчишкам, которые занимаются автоспортом. Решались вопросы участия в поддержке зарождающихся общественно-политических движений, в частности воинов-афганцев. Анатолий Меньших, герой Афганистана, заслуженный офицер, создал клуб-десантник, который гремит до сих пор. Под комсомольский актив Адлера Туй-Поры 88-й год. Это запись из архива Андрея Комарова, лидера сначала Адлерского, а следом и городского комсомола. В эфире идет обсуждение насущных проблем и молодежных инициатив. Каких? Участник Туй-программы Иван Савин и сегодня помнит о них. Мы поддерживали инициативы ребят, и у нас создавали много дополнительных рабочих мест. Такая у нас в молодежном центре была инициатива. Мы для нашей молодежи, которые находились, девушки, в декретном отпуске, создали такую систему доставки молочных продуктов на дом, по телефону, и она очень успешно работала. А когда в Армению пришла беда и землетрясение стерло с лица земли город Спитак, то уже на следующий день... Не дожидаясь никаких тогда указаний, тогда не было организации МЧС и так далее, и так далее, рано утром в райкоме комсомола у нас было около 50 добровольцев, ребят, молодых парней, которые изъявили желание строить рядом, уехать и спасать, ну, на Спитак. И у нас уехало в 88-м году два отряда. Конец 80-х. Разгар перестроечного лихолетия. С каждым днем жить и выживать все сложнее. Но именно тогда вместе с городской властью Сочинский горком комсомола сумел решить вопрос о создании МЖК. Это молодежный жилищный комплекс из нескольких домов. Построить его в Адлерском районе не удалось, а вот в Центральном все получилось. И в 88-м микрорайоне Макаренко началось возведение молодежно-жилищного комплекса. Его председателем был Евгений Романов. Более 130 комсомольцев по рекомендации комсомольских организаций приняли участие в строительстве МЖК. Городской комитет комсомола направлял этих людей не только на стройки МЖК, но и на завод железобетонных изделий, который в то время не выполнял план. Но с приходом молодежи и сильных рабочих рук завод железобетонных изделий уже стал перевыполнять план. Молодежь очень старалась. Кроме того, она еще направлялась и на разные строительные объекты Сочи. Интерес тут обоюдный. Городу нужны строители, строителям жилье. В начале 90-х годов финансирование по строительству МЖК было уже трудновато. Но все равно госполком и горком комсомола выполнили свои обещания. МЖКовцы получили жилье. И для них это было очень большое счастье. Для молодых семей получить жилье, воспитать там детей. И на сегодняшний момент, я думаю, так, что в этих домах живут уже не только дети, но и внуки МЖКовцев. А к тому времени перестройка подходит к завершению. Страна к развалу. Старых идеалов нет уже. Новых еще. Комсомол пока есть, но изрядно поредевший. Вот еще один фрагмент сочинской телепрограммы, но уже начало 90-х. Запись не очень качественная, но содержательная. Ее тоже сохранил первый, он же и последний секретарь сочинского горкома ВЛКСМ Андрей Комаров. Редеют и ряды комсомольцев. В настоящее время городская комсомольская организация насчитывает 22 тысячи. Она сократилась уже почти на треть. Потому что, во-первых, это естественное выбытие по возрасту. Комсомоль был до 28 лет. А второе, прекратился, почти совершенно прекратился прием в ряды новых членов ВЛКСМ. И это не только в Сочи. К началу 90-х общая численность рядов ВЛКСМ сократилась на 10 с лишним миллионов человек. Вы понимали, что уже деятельность комсомола идет к закату? Да, конечно. Это не только я понимал. Это понимали все, понимала вся страна. Поэтому состоялись и съезды, последний съезд ВЛКСМ, потом первый учредительный съезд Российского союза молодежи, а потом съезд Российского союза молодежи. Все в стране понимали, что та организация, которая существовала, Ленинский коммунистический союз молодежи, уже, к сожалению, нежизнеспособна. Гражданам России в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. После событий августа 1991-го советского комсомола не стало. Все завершилось в сентябре того же года на 22-м чрезвычайном съезде ВЛКСМ. А знамя, то самое, гордость молодых плотников сочинского доза, принадлежит теперь не ему, а истории. Директор завода Александр Каравайный передал его в главный музей города-курорта. А в честь векового юбилея Ленинского союза молодежи в Сочи прошел целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. И в свои 100 комсомол не одинок и по-прежнему молод памятью истории страны и города, памятью тех, кто спешил жить и шагал под знаменем комсомола только вперед. Это и есть ответ на вопрос, почему день 29 октября так и остался красным днем календаря души и сердца каждого, кто и сегодня гордится своим комсомольским прошлым. Память тех дней не стынет, прожит, а жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол это гордость моя, это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. Комсомол, комсомол, комсомол. Продолжение следует...